Дорогие друзья, привет всем! У нас новый коллаб с интереснейшим человеком Дмитрием Петровым, который в телевидении на канале Культура вёл программы, связанные с обучением языков. Сейчас Дмитрий про это сам расскажет. Вот Дмитрий перед нами, как обычно в эти трудные времена. Да, мы через интернет, а так физически мы в 30 километрах друг от друга находимся. Мы сидим, да, изолируемся и коллабим. Ну вот я на Культуре один раз меня пригласили, один раз на канал Культура пригласил Швыдкой. Но вы помните, этот разговор был немножко, всё скомкано было и скошено, потому что кроме меня было ещё куча докладчиков. Как только я пытался какие-то неудобные вопросы сегодняшнего дня приподнимать, завеса над ними, тут же Швыдкой уходил в сторону и передавал слово кому-то ещё. А у Дмитрия была целая собственная передача. Вот Дмитрий, расскажите, да, как вы... Да, это был цикл таких курсов, каждый из которых состоял из 16 часов, 16 уроков, по 8 языкам. То есть 8 таких сезонов, можно сказать, я сделал на канале Культура. Культура, плюс в прошлом году я сделал для телевидения Татарстана такой аналогичный курс татарского языка. Ага. Да, есть и другие языки в других форматах, потому что у меня есть центр, в котором преподаются плюс к этому ещё другие языки на разных уровнях. То есть вот такая методика в действии. И татарский язык вы под заказ, да, изучали? Не то, что вы его знали до этого? Да, это вот как раз, если мы подробнее поговорим о моём подходе к изучению языков, это можно сказать, язык под ключ, язык под ключ. То есть есть языки, которые я учил формально, как все, академически, в школе, в институте. Какие-то я выучил самостоятельно, а какие-то были освоены вот именно в рамках телевизионных проектов. Вот это да! То есть татарский прямо с нуля, да? Вы приехали, даже не ездили в Казань, вы просто его изучили, да? Нет, я поехал в Казань записывать уже в студию программу. Там у меня были ученики, ну, половина из них были этнические татары, которые не очень хорошо владели своим языком. И вот это был такой курс, он сейчас доступен на Ютубе тоже. Вот это да! А как можно за два месяца... За два, да? За сколько вы его изучили татарский? Ну, активно два месяца я его учу. Два месяца. То есть это связано с тем, что внутри языка любого есть какие-то общие черты с другими языками, получается, да? То есть как бы даже если они очень далеки друг от друга. Или как это? Да, ну, у всех представителей рода человеческого, в общем-то, есть общие черты касательно их языков. Разумеется, есть отличительные черты, потому что колоссальное разнообразие между языками, между... Каждый язык отражает способ видения мира. У каждого народа он немножко свой. Даже у родственных языков есть иногда существенные отличия, связанные с историей, с менталитетом, с образом жизни, с традициями, с религией соответствующего народа. Когда я подхожу к новому языку, я стараюсь, вот опять-таки, здесь какое-то соприкосновение, очевидно, с точными науками, найти его матрицу, найти базовые алгоритмы. Что я под этим понимаю? Как этот язык устроен? То есть для меня, скажем, вторичен словарный запас. Вы знаете, есть такие модные подходы. Вот каждый день буду учить по 10 слов. Дошел до второй сотни, забыл первое. Да, у меня с английским так было. Я совершенно не понимал, что делать. Я по сто раз одно и то же слово учил, и бесполезно было. Я все равно его забывал потом. Да, а вот здесь переходим к геометрии. Я представляю язык как объемную структуру. Объемная структура, это значит, арифметический набор какого-то количества слов. Это линия. Это линейное восприятие. Линия, она с трудом удерживается в пространстве, а уж в человеческой памяти и в сознании. Да, это вот так вот. Для того, чтобы язык начинал оживать, ему надо придать второе измерение, а это структурная часть, грамматика. То есть сюда входят способы взаимодействия между словами в языке, порядок слов, спряжение, склонение там, где они есть. И, наконец, третье измерение – это смысл. Это то, что наполняет, то, что одухотворяет и слова, и структуры, которые руководят какими-то словосочетаниями и созданием более развернутых текстов. То есть для меня это объемная структура. И прежде всего, прежде чем начинать изучение каких-то грамматических основ, тем более словарного запаса, я стараюсь понять, как носители соответствующего языка видят мир. А все видят мир по-разному. У всех своя геометрия. И поэтому это представляет из себя такой момент. Я такую достаточно хорошую аналогию нахожу в таких сферах, как, например, спорт. Вот вы начинаете заниматься спортом. Или игрой на музыкальном инструменте, или танцами. Есть вещи, которые вы должны довести до полного автоматизма. То есть какие-то базовые движения. Если вы на чем-то играете, то пальцы должны помнить. Вы не должны каждую секунду обращаться к мозгу, чтобы вспомнить, какое движение ваше тело, часть вашего тела должна совершить. Вот это и есть некая матрица. То, что должно зайти глубоко в подсознание. Это то, как мы владеем родным языком. Маленький ребенок начинает достаточно свободно говорить на родном языке, но к двум, к трём годам. То есть он начинает свободно комбинировать, хотя в 2-3 года никакой родитель не усаживает своего ребенка за уроки, не начинает объяснять ему патежей и так далее. Ребенок выхватывает какой-то набор элементов языка, частиц и осваивает основные способы их организации в словосочетания, в предложения, в тексты. Ни одному родителю не придет в голову ругать своего ребенка за то, что он не тот падеж использовал, когда он только начинает говорить. Мы поощряем, мы способствуем, мы создаем комфортную среду, радостную среду. Мы радуемся каждому успеху. И я считаю, что в обучении взрослых людей нечто подобное тоже не помешало бы, потому что человек в более сознательном возрасте начинает бояться ошибок. А это очень плохо. Человек не должен бояться ошибок в процессе обучения, вообще чему бы то ни было. В языке это проявляется очень ярко. Мы должны через ошибки, через эксперименты набирать какие-то навыки и впоследствии ими пользоваться. Вот так я вижу начальный этап этого процесса освоения языка. Потому что слова живут только в контексте. Слово без контекста это типа без воды. Есть люди, которые наспор выучивали целый словарь, но они не начинали говорить. А есть люди, которые, зная пару десятков или сотен слов, вполне комфортно себя ощущают и обо всем договариваются. И их все понимают, и они понимают своих собеседников. И вот отсюда у меня возникла такая концепция 50 на 50. Ну, разумеется, это цифры абсолютно условные. 50 процентов того, что мы должны освоить, это чистая математика. Математика языка, да? Математика языка, да. То есть то, каким образом работают, какие правила, какая таблица умножения действует в соответствующем языке. Это то, что должно быть освоено. Маленьким ребенком это осваивается стихийно. Взрослым человеком это осваивается организованно. А вторая половина, второй аспект – это психология. Это необходимость избавиться от страха. Бояться надо только одного – страха. Когда мы избавляемся от страха. Да, конечно. И очень важны ассоциации. Когда мы говорим с вами на родном языке, мы не думаем, какой я сейчас поддерж использовал, где я поставлю точку. Есть какая-то мысль, какая-то эмоция, которой я хочу поделиться, обменяться. А вот эти алгоритмы обслуживают процесс нашего с вами обмена информацией. И более того, с каждым языком, когда занимаешься более чем одним или чем двумя языками, они начинают приобретать какие-то характеры, какие-то образы. У меня, например, с каждым языком связана какая-то цветовая гамма, какая-то музыка. Есть люди, у которых работают вкусовые ощущения. Потому что, когда я начинаю обучать кого-то языку, я всегда предлагаю, скажи, что для тебя итальянский язык? Кто-то скажет, о, для меня это итальянская кухня, пицца, паста. Другой скажет, о, ну что вы, для меня итальянский язык – это музыка. Это челентано, это классическая опера. А третий скажет, да при чем тут музыка, при чем тут пицца? Италия – это прежде всего пляж, море, пейзаж и так далее. То есть у каждого должна быть какая-то своя зацепка. То, что делает вхождение в соответствующий язык не только комфортным, но и приятным. Потому что без удовольствия ничему научиться нельзя. Поэтому две основные задачи, которые, как я считаю, надо, может быть, наряду с другими ставить, осваивая что-то, включая языки, это получение более высокой степени свободы и обретение удовольствия от коммуникации, от более комфортного существования в мире. У меня, кстати, английский ассоциируется, вот, как бы, английский язык – это язык группы Pink Floyd. И все слова, которые есть у меня, слова на запасе, это слова, которые они произносили когда-либо в песнях. То есть любое слово, даже очень сложное английское слово, которое совершенно случайно знаю, оно, значит, появлялось где-то в их текстах. Это почти наверняка, потому что все остальное, весь мой словарный запас английского языка, кроме вот этого источника, это просто математические термины, которые, как бы, я когда-то знал, там, из мат-экономики, который занимался, из теории игр. Плюс вот Pink Floyd – это весь мой словарь, 200 слов. Но при этом, вот, вы совершенно правы, психологически у меня барьера нет. То есть я выхожу и спокойно разговариваю. При том, что люди, которые гораздо лучше меня знают английский, зачем-то пишут презентации, там, себе планы, вот, я всегда не понимал. Ну, как, мы же ошибемся, иначе там. Я говорю, ну и что, я сто раз на нашлипся за эту презентацию, да, ничего, живу еще. То есть вот это, как бы, это психологического барьера у меня никогда не было. У меня проблема запоминать слова. Вот, запоминать слова я не умею. Да, запоминать слова следует кластерами. То есть какими-то организованными, смысловыми группами. Вот я придумал такую концепцию, которую я назвал LinguaByte. LinguaByte, да? Да, 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 кусок языка, да, кусок языка, а. Да, кстати, интересно, что вот сам этот термин, байт, это что? Это единица информации. А в принципе это связано с английским словом байт, кусать, то есть кусок. На сути это кусок. И для меня это не отдельное слово или фраза, а это некий навык, которым я должен овладеть. Ну, простейший, я должен уметь поздороваться. В разных языках это совершенно по-разному строится, совершенно разными словами это устроится. Гамарджуба, геносвали. Да, и вот этот первый базовый LinguaByte, это вот то, что связано с элементарным этикетом, это я называю его нулевой LinguaByte. Это когда мы не стремимся изучать язык, но мы стремимся комфортно чувствовать себя в среде. И вот вы знаете, там Гамарджуба, Гмадлобт, какие-то элементарные вещи, поздороваться, поблагодарить, попрощаться, это уже некая привязка, некая ниточка, которая делает более комфортное, даже если не существование, то пребывание вот в соответствующей языковой среде. Очень важно. Да, понятно, понятно. Я вот когда жил в Европе, я в Вельгии жил полтора года, на стажировке был, и я знал приветствия более-менее на всех европейских языках, которые вот встречались в этом институте, ну там десяток или пятнадцать, может быть. Но при этом потом я большинство из них забыл, и кроме этих приветствий и прощений, я ничего на этих языках не знал. Но это был волшебный ключик, если ты там албанца, приветствующий по-албански, а турка по-турецки, он к тебе полностью открыт. Дальше можно переходить на английский или на любой язык, который, если он на русском умеет, он после этого изо всех сил сделает все, чтобы говорить с тобой на русском, если ты его поприветствовал на его языке. И это такая штука, которую я очень четко в Европе понял. То есть во Франции вначале ты обращаешься по-французски, excusez moi, а потом переходишь на английский и просишь прощения, что французского не знаешь. Все, тебе все открыт. Тебе все прощают. Да, 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 дальше уже все прощают. Но если ты ему начинаешь с английского, он такой холодный может оказаться. Довольно часто так бывало, так холодно пройдет, даже не заметит. То есть здесь вот язык, да, язык это какая-то магическая вещь. Вот это вот приветствие и прощание. То же самое и в Грузии, и везде. То есть если ты выучил одно слово, все, оно как ключик открывает тебе двери. Такой вот прикол. Совершенно верно. Я даже, я в разные периоды жизни занимался очень разными языками. Какая-то часть из них постоянно со мной присутствуют. Основные языки, которые я либо преподаю, либо с которыми работаю как переводчик. Это какие, кстати? Какой список? Это основные европейские языки. Английский, французский, испанский, итальянский. То есть вот основные европейские, но даже не европейские, а мировые языки. Есть языки, которые я знаю неплохо, но пользуюсь гораздо реже. Допустим, греческие, чешские. Ну, по понятным причинам. Это языки одной страны или двух стран, и редко приходится. Но я на эту тему придумал такую теорию, вернее, практический навык, который я называю замороженный пельмень. Замороженный пельмень, да? Пельмень, да. Что это? Это значит, что у меня в моем морозильнике, в каких-то файлах моего сознания или подсознания хранятся несколько десятков вот таких языков, которыми я не пользуюсь постоянно, но которые я могу бросить в кипяток, и достаточно быстро они придут в рабочее состояние. То есть это тоже навык, это тоже техника, которую, в принципе, любой человек может овладеть. И более того, когда я обучаю какому-то новому для человека языку, такое повсеместное явление, он начинает вспоминать какой-то язык давно забытый. Потому что механизм, которым мы пользуемся при общении на иностранном языке, он относится ко всем языкам. Просто мы акцентируем нашу способность говорить на каком-то из них, но это параллельно оживляет и все остальные. Более того, я считаю, что освоение языка очень важно для активизации или активации способностей осваивать и другие дисциплины, другие сферы знания. Во-первых, когда мы занимаемся языком, мы неизбежно начинаем смотреть на мир немножко под другим углом. Поэтому для меня абсолютно неразрывно связан язык, менталитет. Ну, за менталитетом стоит история соответствующего народа. То есть мы должны немножко влезть в шкуру носителя соответствующего языка. И одна из таких рекомендаций, которыми я тоже пользуюсь, я советую людям, изучающим какой-то язык, наблюдать, как эти люди говорят на вашем языке. С каким акцентом, какие фонетические особенности, как они стараются подбирать слова. Это очень многое раскрывает в том, как они мыслят. А человек сначала мыслит, потом начинает говорить. Ну да, конечно. То есть, например, у меня вот опыт... Я очень много на Кавказ езжу. Я вижу вот все оттенки, как кавказские народы разговаривают на нашем языке, да? Да, да, да. Как они подходят, дорогой? Алейкум. Салям алейкум. Алейкум асалям, брат. И вот это как бы все вот эти моменты, они очень запоминаются. То есть я видел все республики, кроме Ингушетии. И, так сказать, присутствовал, и общался везде. Но при этом сами к изучению кавказских языков я еще не приступал, конечно, совершенно. Но при этом, да, действительно, так сказать, много понятно даже по тому, как они говорят по-русски. Действительно много понятно. Хотя непонятно, что именно понятно. Я не могу объяснить, что понятно. Но я знаю, что ситуацию конфликтную с участием кавказцев я разрулю лучше, чем любой мой друг, который никогда не слышал, как они разговаривают между собой. Вот сто процентов абсолютно. Это будет как бы... Я примерно понимаю, какие слова надо будет им сказать, чтобы конфликт сошел на нет, если вдруг он возникает. Да. Причем вы будете говорить слова не на их языке, а по-русски, но понимая, каким образом, какая реакция будет вызвана тем или иным словом, тем или иным... Именно так. Именно так. Да, именно так. Вот как бы буквально какой-то намек, выражение лица сделаю таким, что они вдруг поймут, что я свой, их человек, хоть и русский. Это не важно, что я русский. Я сделал какой-то жест, и они видят, что я свой. И все, конфликт разваливается тут же. Конфликтная ситуация как бы устраняется. Вот. И вот это, конечно, да. Не могу сказать, что везде, где я был, получалось, например, в Тыве, я не понимаю, какие слова открывают сердца людей. Не очень понятно. Потому что это другой уклад жизни, другая религия, другой взгляд на мир. Да, он совершенно другой. Причем вот как бы на Кавказе там тоже, в общем, во многих местах другая религия, но она как-то вот, она ближе все равно. Взгляд мусульманский к нашему православному все равно ближе, чем вот такой, как бы, либо, ну, такой шаманистский или там буддистский. Видимо, это действительно проще настроить общение. Это как, то есть это тоже как, ну да, это более глобальный аспект, чем языки, да, религиозные. Это огромные группы, но все равно мусульманская группа, как бы, она ближе, видимо, видимо так. Ну, по крайней мере, мне лично, вот, мне это ближе. Хотя, конечно, в Иркутске я долгое время жил и общался с бурятами, общался с людьми, которые себя называют шаманистами. И, в общем, там тоже интересно очень. Там, там как бы, там интересно. но вот они тонкие, сложные, там как бы клюш подобрать сложнее в каком-то смысле. Они не очень открытые, но так, в среднем, они такие, как бы, они вещи в себе, люди в себе. То есть не всегда сразу находишься. В этом смысле, Кавказ проще, Кавказ проще в этом плане. Да, и это связано, опять-таки, не просто с тем языком, на котором они говорят, а с тем взглядом на мир, который у них сформировался. Ну да, да. Как они видят мир. Вот. Ну и интересно, что вот этот взгляд на мир, который формировался всегда и продолжает формироваться, он проявляется в человеческом языке. И, вот скажем, меня всегда интриговал такой момент, что все современные языки структурно проще, чем древние языки. Мне всегда это казалось противоречием диалектики. Ведь все должно усложняться. Человеческое общество становится сложнее, технологии становятся сложнее, а язык начинает упрощаться. Это наоборот же. Казалось бы, наоборот, только техника и становится сложнее. А все остальное сильно как раз упрощается. Потеряны очень многие вещи. Вот читая какие-то тексты, например, я помню, даже уже Тихон Задонский, это три века назад, там, или два с половиной, уже ты чувствуешь, что не хватает какой-то культуры, чтобы понимать, что он пишет и на что намекает. То есть, мне кажется, что все наоборот. То, что техника там развивается, это связано с техниками. Ну, это как бы, это понятно, что она накапливает знания, и теперь есть самолет, а раньше не было. Но, что касается культуры человеческих взаимоотношений, человеческой культуры, как таковой, так она убывает, конечно. Она убидает, теряются какие-то знания, которые были. Мне кажется, что тут наоборот идет регресс, причем более-менее все время. Да, совершенно верно. Причем мы можем взять любой язык предок и его нынешний потомка и сравнить, скажем, санскрит и современный хинди, древнерусский или церковнославянский и современный русский, древнеанглийский и современный английский, латинский и итальянский. То есть, мы видим это постоянное упрощение. Причем интересно, что это всегда интересовало людей, которые занимались языком и даже в период расцвета французского абсолютизма, когда кардинал Ришелье, который не только досаждал мушкетером, но еще и образовал французскую академию, цель этой академии было именно продвижение, защита и развитие французского языка. Причем создана целое идеологическое направление, которое говорило о том, что структура французского языка отражает совершенство французской мысли и, соответственно, французского народа. Вот во времена Декарта, как раз это была очень популярная история, французские филологи, ученые того времени доказывали, что, например, во французском языке мы используем существительное, за которым следует прилагательное. По-русски, например, наоборот, мы говорим белый дом. Да, да, да. Или по-английски. Я понял, да, у них прилагательное после... Lighthouse. По-французски Maison Blanche. Так они доказывали этим совершенство французской мысли, обосновывая это тем, что француз сначала видит суть, а потом какое-то качество этого предмета, объекта или человека. Он увидит... Француз увидел ков, а потом заметил, что он белый, большой и так далее. А остальные народы, менее совершенные, они видят какой-то внешний признак, там что-то белое, что-то большое, а потом доходит до того, что это дом. То есть, даже порядок слов может служить обоснованием какой-то концепции, связанной с развитием того или иного языка и народа. Да, интересно. Я, кстати, недавно мне в комментариях какой-то записи на YouTube прислали самое сложное слово, как считал автор комментария, самое сложное... Сейчас я окно закрою. Там фантомаз разбушевался, там мусоровоз непрерывно чистит помойку за помойкой и ничего не слышно. Такое длиннющее слово, я не помню, как оно звучит, язык огненной земли, каких-то дикарей огненной земли. Слово обозначает взгляд друг на друга двух людей, которые оба понимают, какой сейчас должен начаться процесс, но кто-то из них должен этот процесс инициировать. И там написано, что это самое сложное слово для перевода вообще из всех языков всей планеты. Таких примеров достаточно много в разных языках и вообще деление языка на его составные части, на элементы совершенно различно. скажем, для нас привычна система трех родов, мужской, женский, средний. В каких-то языках есть два рода, мужской, женский, ну, в романских языках. Французский, да? Это французский, да? Например, для английского языка эта концепция абсолютно непонятна. То есть англоязычному человеку понять, почему стакан мужчина, бутылка женщина, это абсолютно не входит в его голову. Ну, понятно, что тот, кто глубоко занимается русским языком, он воспринимает это просто как данность, но сама концепция, она совершенно чуждаем. Вот, и, но, скажем, есть народы, есть языки, которые делят слова и понятия совершенно по другим классам. Например, есть языки австралийских и тихоокеанских, полинезийских народов, которые делят все существующее на съедобные, несъедобные и опасные. Причем, к роду опасного, к категории опасного относятся пожар, наводнение, ураган, ядовитые змеи и женщины. и женщины. Женщины относятся вот к этому опасному классу существительных. Очевидно, создателям этого языка в чем-то в жизни не повезло. Вот это да. А как вообще создавались языки? Вот что значит создатель? Я понимаю, аспиранто создали, но остальные-то языки, вот какое понимание, как это возникало? Ну, во-первых, я считаю, что вот есть такие, на самом деле никто не знает. Вообще, это касается многих научных концепций. Люди, которые посвятили свою жизнь какой-то науке, посмотришь, что он думает по этому поводу. Все знаешь. Послушал его коллегу или оппонента, понял, что не знаешь ничего, потому что они между собой расходятся. Поэтому теория происхождения языка огромное количество, но я считаю, что есть некий язык мира, некая вселенская система обмена информации, которая в том числе проявляется и в языке людей. А кроме этого проявляется в системах обмена информации на самых разных уровнях. Частицы, планеты, как говорил Лермонтов и звезда звездой его говорит, то есть во все, все в мире обладает некой системой обмена информации на своем уровне. И язык людей проявление этого уровня. А значит о происхождении языков. Вот сейчас нет даже единого мнения, был ли один очаг возникновения человеческого языка или их было несколько. но большинство далеко не все, но большинство исследователей сходятся на том, что очаг все-таки был один, это южная часть Африки. Как это можно определить? Один из подходов это богатство фонетической и грамматической системы. Вот в южной части Африки живут народы скажем бушменской такой группы. Бушмены, гатентоты, кайсанская группа языков называется. Это люди не совсем связанные с остальным населением Африки. Они отличаются антропологически и во всех отношениях. И это люди, которые максимально долго жили в том месте, где они живут сейчас. То есть там 50 тысяч лет считается уж точно и не контактировали ни с кем. Поэтому по их языкам изучают примерное состояние вот этого праязыка человечества. Там чрезвычайно богатая фонетическая система. Помимо известных нам звуков, например, у них есть много таких щелкающих языков. Таких звуки, которые имеют свои буквенные значения. Грамматика сложнее. И вот начинаешь думать. Эти люди, у которых жизнь достаточно проста и незатейлива, они в своих набедренных повязках гоняются за страусами или по пустыне Калахари, собирают какие-то корни. У них никогда не было какой-то особой земледельческой культуры городов, но тем не менее у них колоссальные сложности язык. И считается, что человечество по мере распространения по другим континентам многое растеряло. То есть фонетика упрощалась и проще всего фонетическая система скажем в океане и в Южной Америке. То есть это как раз места, куда люди дошли позже всего. Ну если следовать вот этой теории достаточно общепринятой распространения людей по земному шару. И из таких мест, где достаточно архаические черты языка сохранились, это вот как раз Северный Кавказ. То есть северокавказские языки, они существуют там, где они существуют сейчас уже много тысячелетий. Потому что они там жили в горных долинах, языки эти достаточно разные, между собой, но тем не менее они мало контактировали по ходу истории с другими языковыми группами и сохранили себя в таком первозданном виде. Это очень интересно. Интересно формирование из таких тем, которые связаны с наукой, в том числе с точными науками, как формировалась речь понятия, связанные с абстрактными какими-то представлениями. Интересно ведь, что все началось с метафор. То есть возьмешь любое абстрактное понятие, оно начинается с представления о вполне конкретных материальных вещах. Ну, например, вот само слово представить или предположить означает что-то положить что-то перед собой. А, предположить, предположим. Предположим, что эти два отрезка пересекаются, да? То есть поставим это предположение перед собой и поработаем с ним. И приведем к речи, как в математике. Вот на эту тему у меня одно из моих любимых занятий это лингвистические расследования. Очень интересно. Это лингвистический детектив. Ну, вот, например, заинтересовала меня фигура Пифагора, известного нам, своими штанами. Да, конечно, и все слушатели моего канала знают картинку с моей книги «Математика для гуманитариев», где я доказал, ну, такое стандартное доказательство того времени через сравнение площадей. И вот, интересно, я попытался восстановить буквально фотографически, как вот, ну, представьте себе видеоклип, каким образом Пифагор дошел до своей теоремы. Так. Благодаря словам, которые он использовал для обозначения различных сторон треугольника. Ну, обычно мы видим картинки, я даже помню из школьного учебника какого-то, что Пифагор сидит и чертит палочкой на песочке вот эти свои треугольники. Но возникает вопрос, насколько же точно без линейки надо изобразить прямой угол? Ну да, да. Если ты просто чертишь палочкой на неровном песочке. Ну да, его надо представить для этого прямой угла. А стороны треугольника называются катет и гипотенуза. Да, два катета и одна гипотенуза, да. Плово катет на древнем, на архаическом греческом языке означало отвес. Отвес! То есть вот эта линия, она будет заведомо перпендикулярен. То, что висит, потому что только если мы что-то подвесим, получится эта веревочка или там шнурок будет перпендикулярен к поверхности Земли. Вот это да! Вот Пифагор подвесит. А гипотенуза это то, что буквально натянутая. Другую веревочку он натянул от этой же точки опять-таки к поверхности Земли. А почему же тогда третья сторона, второй катет тоже называется катетом, хотя он не подвешен? Потому что если мы его подвесим, то гипотенуза останется натянутой. А вот если мы подвесим гипотенузу, то катеты смешаются. Да! Перевернусь подвесить второй гипотенуза та же вот так вот раз-два, да? Раз-два его. Ага! Это еще не все. Не поленился я зайти в тексты Диогена Лаэртского, который славился своими жизнеописаниями греческих философов, ученых и нахожу сведения из биографии товарища Пифагора. Так! А папа у Пифагора знаете, кто был? По имени Мнисарх. Мнисарх, да? Да. Папа у Пифагора был камнерез. А-а-а! А камнерез с древнейших допотопных времен не мог работать без отвеса. Да. Поэтому юный Пифагор Мнисархович сидел и наблюдал как работает папа. Для измерения, для создания точных пропорций соответственно камней ему неизбежно приходилось пользоваться отвесом как инструментом. Это простейший и древнейший инструмент, который использовался при строительстве и работе с камнем. С ума сойти просто. Вот это да! Вот это да! Иван открыл это... То есть они до этого не знали этой теоремы? Или эта история как бы смалчивает? Мне вообще очень странно. Мне кажется, что всегда люди должны были ее знать. Всегда, когда хоть что-то делали, уже должны были ее знать, да? Да. Ну и есть версии, что у шумеров и у древних индийцев, которые тоже, разумеется, задолго до этого строили каменные сооружения. Да. Было подобное, но мы сейчас говорим, насколько слово, значение слов дает... Да, да, катит и гипотенуза, катит и гипотенуза. Ну, Пифагор нам известен, вероятно, были люди, имена которых потеряны и у других народов, но это показывает нам способ, который они использовали для того, чтобы выйти на... Да, 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 да. Если Пифагора не был первый, это вопрос к истории математики, но слово катит осталось нам навсегда, и я просто не знал, что оно означает. Ну, как бы, для меня это были, ну, просто слова. Ну, слова обозначения, и все. А так и запомнить-то легче, в общем, да? Я думаю, что если покопаться в других математических терминах, там много чего интересного тоже будет, да? Да, ну, вот, к примеру, аксиома и теорема. Аксиома? То, что мы берем без доказательства, как верное. А как переводится? Аксиома буквально ценность, то, что имеет ценность. Ага. Например, держит древний грек или древний, неважно кто, человек, золотую монету. Вот не надо доказывать, что она ценная. Аксиома. Видно на нее все, что угодно купишь. А вот теорема, теорема – это рассмотрение. Тут еще надо порассуждать. Ага. Тут уже не очевидно. Тут надо поработать и пораскинуть мозгами, как доказать ее ценность. А как переводится теорема? Это рассмотрение. Рассмотрение как раз, да? Рассмотрение. Кстати, там тот же корень сеос. Сеос – это бог. На архаическом греческом языке это означало видящий или смотрящий. То есть смотрящий за вселенной. Ух ты! теорема и теос – это теос, да? Один корень. Один корень. Теология. Ну, конечно, теорема, теология. Теология. Акси… Акси… Аксиос – это же… Аксиос – ценность. Да, да, да. Аксиология, да, что-то такое, да? Есть такое слово. Да, но аксиома – это окончание как тема. Да. Проблема, дилемма – вот это такое достаточно типичное. Теология. Да, обалдеть. Вот это да. Это потрясающе. Я, кстати, считаю, что очень важно было бы, вводя какие-то научные понятия, даже для детей, даже для школьников, рассказывать вот эти истории. Да, конечно, потому что это же увлекательно. Я всегда говорю, что математику как бы нужно, нужно обязательно их вот увлекать все время чем-нибудь сложным и интересным. Ну, я обычно увлекаю чем? Я говорю, что вот мы подрастем, узнаем про простые числа, многое, я вам расскажу про тайны, которые до сих пор не открыты, да? И вот уже как бы, ну, участие школьников поднимается интерес в этот момент. Как-то он возвращается, даже если он там был утерян. То есть как бы веду за те результаты, которые вот, ну там, представляя, волновали человечество все время. А если привязывать еще и к терминологии, то да, это, конечно, сухость уйдет, а появится такая картина. Я согласен, я согласен, да. Да, и вот по поводу универсальности математики, что означает слово математика, его происхождение? По-моему, математика и доказательства это одно и то же, да? Математика это просто обучение. Обучение. Чему бы то ни было. Только впоследствии это стало относиться вот к определенной сфере знаний. Но изначально, даже в современном греческом языке матема это просто урок. Урок, да? А-а-а! То есть математика это такой урок в самом чистом виде. Это урок в самом чистом виде. Чего бы то ни было. Чего бы то ни было. Ага. Все, я понял. А я почему-то слышал где-то, что математика и доказательства это вот как бы одно и то же в каком-то языке. Одно из последующих значений. Но изначально матема это урок. Это урок. Да, вот это круто. Да, кстати, таким же образом буквально я стараюсь объяснять и грамматику современных языков. Например, английского. Вот многие мучаются вот этой системой английских времен. Там continuous, perfect и так далее. А ведь если поймаешь англичанин или американца и спросишь его там насчет continuous или perfect, большинство из них делают большие глаза, они даже не знают. Они очень слабо учат в системе общего образования этих стран. Ну, грамматика так очень относительно как-то осваивается. Но что нам дает подсказку по поводу использования разных форм английского, например, глагола. носитель языка понимает все буквально. То есть, когда мы говорим там I am speaking, носитель языка не рассматривает это как инговое окончание, присоединенное к основной форме глагола плюс вспомогательный глагол to be в соответствующей форме. Нет. Носитель языка буквально понимает, что I am это я есть. Я есть говорящий. Я есть говорящий. Я есть говорящий. Или I was sleeping. Я был спящим. Потому что вот это инг это точное соответствие по происхождению русскому окончанию щи. Окончанию русского причастия. Потому что английский в историческом масштабе английский и русский язык не так уж давно разошлись между собой. Это произошло всего лишь четыре тысячи лет назад. Русский и английский разошлись, да? Не русский и английский, а скажем так славянский и германский язык. Ну да-да-да, славянский и та группа, да? Германская, германская, да, которая относится к английским. Это было какое-то перемещение народов или что это было? Это было перемещение народов параллельно с эволюцией языка. То есть из изначальной прародины индоевропейских народов, когда жизнь стала налаживаться, людей стало становиться больше, они стали немножко расходиться в разные стороны. Кто-то пошел в Индию, в Иран, кто-то пошел в Европу, кто-то остался на месте. Но мы достаточно легко можем найти общие корни и увидеть следы общего происхождения у индоевропейских языков, точно так же, как в языках других семей, которые тоже начинались с проязыка, а потом расходились. Ага. Понятно. Понятно. Да, интересно. То есть дерево буквально росло. Дерево, вот это языковое дерево, как сегодня мы его видим, оно было, когда-то был просто один корень. Вот он был, этот язык, язык человека. Потом началось расхождение людей, распространение и начались ветки. Скорее всего именно так. Мы знаем, что в истории человечества были вот эти узкие места, по-английски их называют bottleneck, бутылочное горлышко. Когда человечество почти вымирало, ну, есть разные гипотезы, извержения вулканов и так далее. И вот эти катастрофы заставали, или ледниковые периоды заставали их в разных местах, поэтому долгое время разные группы людей находились в изоляции друг от друга. Но, тем не менее, происхождение скорее всего остается общим. И с древнейших времен у людей было, и, как я считаю, осталось такое магическое, мистическое отношение к языку, к слову. Человек, который занимался профессионально словом, во всех древних обществах ему приписывались какие-то мистические, и не случайно, мистические свойства, способности, возможности. В некоторых обществах, ну, например, у древних кельтов друиды, которые владели искусством заговаривать, проклинать и так далее, они ценились даже во время боевых действий. То есть, когда сходились две армии, и воины одной из армии, завидев, что там какой-то есть сильный друид, который может, так сказать, так приложить словом, что мало не покажется, говорит, не, вот с этими ребятами мы лучше связываться не будем. У них там очень сильная магия слова. И интересно, что, ну, казалось бы, это такое какое-то совершенно первобытное представление, но мы наблюдаем проявление этого и в современном отношении к слову. Мы знаем, что понятие бренда, понятие собственности на слово, словосочетание, оно... Конечно, работает однозначно. Самые дорогие компании в мире, если разобраться в структуре их собственности, вот этот товарный или торговый знак, иногда стоит больше, чем все заводы и пароходы и так далее. Мы видим это и в рекламе, в политической лозунгах, насколько большое внимание придается слову. Ну, собственно, да, понятно. Еще сто лет назад, по-моему, 150, какой-то, вот я не помню, в русской армии был какой-то старик, который шел, он не стрелял ни в кого, он шел с Христом на знамени, и в него никто никогда не попадал, он шел, и за ним шли, и побеждали. Это же было буквально 150 лет назад. Я не помню подробностей, но это турецкие войны, как я понимаю. Да, и боевые песни всегда использовались как некие дополнительные оружия, по сути. Конечно, боевое крикнет. Ясно, что слово стоит впереди всего. Оно ранит, оно лечит, это, собственно, в христианской парадигме это очевидно. Да, причем все знают фразу, взятую из Евангелия, в начале было слово, но не будем забывать продолжение. И слово стало плоть. То есть слово стало реальностью, материализовалось и обрело вполне физическую энергию, способную менять этот мир. Ну да, да, это совершенно понятно. Это как бы вот это как бы, ну я понимаю, да, что материалистам таким вот прожженным это, наверное, трудно принять, но как бы мне это совершенно очевидно. я там много чего повидал в своих путешествиях. Слово первое, первое это слово, мы столбим здесь слово, мы столбим термин, мы когда какой-то проект новый, у нас в начале название идет, вот название, да, если мы попадем в название, то проект имеет хороший шанс. Как вы лодку назовете, так она и поклонит. Да, да, вот именно, да, то есть это как бы, это очень важно, безусловно. Я, конечно, я на самом деле, у меня есть какая-то тоска, вот, тоска по языкам, я очень, ну, я не знаю языков, я, когда я жил даже в Бельгии, я даже французский не выучил, я выучил эти там 50 слов, которые мне хватало, чтобы общаться на вокзалах, и, и все, и сейчас я их забыл, но вот как бы какая-то тоска у меня есть, что я что-то теряю, тем более у меня вот в университете, который я возглавлял 4 года, университет Дмитрия Пожарского, там древние языки главная тема, латыни, древнегреческие, там вот проходят люди, они занимаются с утра до ночи вот этими языками, мне все время обидно было, что у меня нет времени, потому что, как говорит Алексей Игоревич Любжин, который руководитель этой магистратуры, что три веум, это три знания, это математика, латыни, древнегреческий, вот это как бы самые три базовые вещи, которые есть на свете, вот, не знаю, может когда-нибудь на пенсии я и дозрею до того, чтобы как бы с языками немножко начать разбираться. И пенсии ждать не обязательно. Может быть, да, может быть даже и раньше, если карантин... Тем более у активного творческого человека пенсия как период жизни не наступает никогда. Ну, пенсия, да, это образное название для ситуации, когда у меня нет социальных обязательств слишком больших, требующих слишком много моего вовлечения. Мотивация – это великая вещь, да, мотивация, без мотивации никакая методика не поможет. Да, здорово. А, Дмитрий, а расскажите для наших, вот, для слушателей моего канала немножко о себе. Ну, во-первых, пригласите их вот куда-то, где вы, вот этот вот, ну, то, что проект, да, вот, язык под ключ, может чуть-чуть подробнее, что это, где найти. Ну, и так, вообще, может расскажете, чем вы занимаетесь, может кто-то из моих слушателей пойдет куда-нибудь поучиться языкам у вас. Хорошо, да. Если одним словом определить то, чем я занимаюсь, это лингвистика, но в самом широком смысле. Большая часть моей жизни это практическое применение языка, то есть я долгие годы был и остаюсь синхронным переводчиком. О-о-о! А с каких? С каких языков? Ну, рынок синхронного перевода, он очень четко разделен, поэтому у меня основной язык английский. Хотя был опыт перевода и с французским, и с испанским, и с итальянским. Я преподаю в лингвистическом университете, преподаю как раз устный перевод. И вот этот телевизионный проект, который у меня был для канала культуры, там было у меня восемь сезонов. Языки были такие английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, португальский, хинди, китайский. И вот я сказал вам, что нечто подобное я сделал такой же проект с татарским языком. Да. Ну, это, скажем так, такое в формате реалити-шоу, где участвуют какие-то ученики. Во многих ситуациях это были узнаваемые люди, актеры, музыканты, писатели. Вот, из того, что было на канале культуры, ну и в Тадарстане тоже. И у меня есть свое издательство, издательская структура. Собственно, мы издаем вот такие базовые и продвинутые курсы вот этих и других языков. У меня есть центр, в котором на разных уровнях мы обучаем языкам. Причем принцип такой. Обучение должно быть компактным. Современный человек не выдерживает, у него не хватает терпения долго, месяцами, там раз в неделю куда-то ходить. Понятно, да. Это первое. Второе, чтобы быть реалистом, никто не делает уроки. Никогда. Поэтому система образования, обучение у меня такая. Модули по 16 академических часов. Эти 16 часов занимают не больше недели. И каждый для себя определяет уровень. Если кому-то нужен просто туристический уровень, достаточно одного модуля. Кому-то нужен продвинутый, кому-то нужен профессиональный уровень. То есть, соответственно, мы продвигаемся по ступенькам. И я считаю, что в изучении языка, учитывая, что язык это живой организм, не только механизм, но и живой организм. Очень важно для себя найти вот эту тропинку в поле или нужную ветку на дереве. И на достаточно раннем этапе мы стараемся вот в этой, в моем подходе, в моей методике, учитывать индивидуальные потребности, индивидуальную мотивацию того, кто... А зачем ты пришел учить турецкий, да? Да. Зачем? Да. То есть есть вот эти курсы, которые на Ютубе есть в архиве канала Культура. Это абсолютно доступно, бесплатно. Так же, как все мои телевизионные программы. Есть вот этот центр. Я делаю курсы в лектории прямая речь, иногда по отдельным языкам. Иногда делаю выездные, иногда провожу занятия по обучению какого-то языка в соответствующей стране. Например, французский в Париже, итальянский в Риме. Но это в прошлые времена, когда еще люди ездили между разными странами. Да. Есть учебники, которые, в принципе, доступны почти во всех больших книжных магазинах. Есть приложения, есть мобильные приложения. Здорово. Ну, вот я хочу сказать, в завершение нашим подписчикам, слушателям моим, нашим слушателям, моим подписчикам, что я эту информацию, мы ее поместим, ну, как бы она вся вот в описании к видео присутствует, поэтому заходите, приходите к Дмитрию изучать языки. Может, я когда-нибудь тоже сподвигнусь на такие подвиги, как изучение иностранных языков, наконец. Не только до слов здравствуйте и до свидания, а до серьезного уровня. Дмитрий, спасибо огромное, спасибо вам за интервью, вот, счастливо, до новых встреч в интернете и в реале, и в реале, конечно, тоже. Счастливо.